Здравствуйте! Подскажите, может ли развиться глаукома от паразитов? Мне всего 47 лет заранее. Ранее не было серьезных болезней и проблем с глазами. И если пролечиться от паразитов, то зрение восстановится? Спасибо. Не знаю, восстановится, не восстановится, но быть может. Я только что вам рассказывал. Из-за того, что у нас от тех же самых паразитов меняются характеристики тканей, через которые идет питание глаза. И в частности, сам глаз, он должен иметь определенную структуру, в которую вода входит, выходит. А если у нас глаукома, то это у нас повышенное внутриглазное давление. Значит, у нас плохо отходит жидкость от глаза, от яблокоглаза. И в этом может быть вот этот вот феномен, а именно общего слезнения организма, вот особенно вот этих вот вещей у нас, носа там, пазух. И как только мы избавились от гайморита, от этого хорошенько, смотрим и зрение, вот только что я читал почтальона Печкина, который рассказал, что улучшилось зрение, может быть. Ну, некоторые советуют, что может быть это из-за сосудов шеи, плечи и горла. Может быть, не возражаю. На УЗИ каплю крови под микроскопом. Если найдете таксоплазму, то верно за нее, ее любимую. Вместо это глаза таксоплазмы. Значит, вот как раз-то таксоплазмы. Получится от таксоплазмоза этого. А вот почтальон Печкин как раз говорит. Внутриглазное давление от паразитов может увеличиться однозначно. От него и происходит повреждение зрительного нерва. Убрав паразитов, проблему с давлением можно решить. Но повреждение зрительного нерва вследствие головокомы устранить, к сожалению, нельзя. Я говорю, можно. Зато можно остановить процесс дальнейшего ухудшения зрения. И внутриглазное давление нужно отслежать как можно скорее. Медикаментозно или операции. Ну, тут можно по-всякому. И не медикаментозно, и не операции. Паразиты тут уже вторично. Даже если они способствуются головокоме, внутриглазное давление необходимо нормализовать. Вечерые могут завести снова, и нельзя им позволять влиять на ваши глаза. Но паразиты могут ухудшать зрение не только одной головокомы, но и другими симптомами, которые присоединяются к головокоме. В этом случае при избавлении от отдых зрение весьма улучшается. Так что можно все это делать. Ну, вначале будем говорить вообще общее оздоровление. Вот я вам все расскажу не о том, как лечить конкретно глаз. Я вам расскажу о том, как улучшить качество жизни, качество жизненных процессов в организме с помощью естественного оздоровления. В основе которого лежит в первую очередь очищение организма. Надо это все дело почистить. Естественно, как Хилда Кларк говорила, от экотоксинов, которых там куча у нас, и современные продукты питания, нам их поставляют все больше и больше и больше. Поэтому не мудрено, что столько народа болеет, и еще будет больше болеть. Экотоксины. Раз. Второе, значит, на этих экотоксинах начинают, будем говорить, еще вдобавок развиваться и разного рода паразиты. То есть чистим организм от разного рода шлаков, паразитов. И далее, далее, с учетом индивидуальной конституции, закрепляем все это образом жизни, который состоит из мышления, из питания, из движения и распорядка дня. То есть, меняя вот эти потоки, которые через нас проходят информационно-эноритические, мы добиваемся идеальной работы организма. Либо не добиваемся, становимся болезненным. Выбирайте сами. А так как организм самовосстанавливающаяся система, то можно восстановить очень и очень многие вещи. И если мы, допустим, вот как сказали, люди говорят, да нет, это не восстановишь. Это уже все. Это происходит из-за того, что они не знают, как восстановить. Но это не значит, что это не восстанавливается. Видите? Разные вещи. Все восстанавливается. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok